Работы на аллее, заменившие рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, идут полным ходом. Здесь уже уложили плитку, установили спортивный комплекс. Сейчас занимаются газоном. В сквере появилась пушистая красавица, которую украсили светодиодными гирляндами. Зимой она будет главной героиней праздника для сотен людей в округе. Глава города Елена Лапушкина проверила, на каком этапе сейчас работы. Местные жители, увидев мэра, выражали благодарность. Такую эту улицу самарцы не видели давно. Спасибо большое. Мы так шикарно. Подождите, еще отмоем. Все равно шикарно, уже шикарно. Идет, уже вырисовывается. Спасибо большое. Вам спасибо. Сквер на улице Авроры преображается по инициативе самих жителей, большинство из которых проголосовали за его благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Эта программа подразумевает участие самих горожан в дизайн-проекте. Так большинством голосов было решено поставить в сквере на улице Авроры большой фонтан. В основном все довольны, потому что убрали рынок этот не очень хороший, скажем так, мягко выражаясь. Будет красиво аллея, будут гулять детьми, дети радуются, молодые мамы тоже радуются. Ну, как бы всем все нравится. С улицы Авроры глава города отправилась в сквер Родничок Надежды. Само пространство благоустроили еще в 2018 году. Большой зеленый двор с детской и спортивной площадками, лавочками и беседкой с родниковой водой. Единственное, что огорчает местных жителей, это озеро, которое зацвело. Ну, это особая зона интересов, особенно домов, близлежащих здесь, которые. Это место, где они встречаются, где гуляют, где занимаются спортом. Сейчас встречаясь с жителем, практически во всех домах мы были, и главное, о чем душа болит, это озеро. В озеро уже выпускали специальные водоросли, но это не помогло. В итоге решили воспользоваться помощью дайверов. Заехала Елена Лапушкина и во дворы, которая благоустраивает по национальному проекту «Жилье и городская среда». Старые придомовые площадки облагораживают. Здесь появляются новые асфальтированные дорожки, тротуары, освещение, газоны, детские и спортивные комплексы. Каким будет двор, решают сами жители на собраниях собственников. Их инициативу вносят в дизайн-проект. Если уже в процессе ремонта у жителей возникают замечания и предложения, то в проектную документацию вносят соответствующие коррективы. Мария Левина, Василий Кладошов, Константин Головин. События.